Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У меня тут пара комментариев вчера было интересных. Валера пишет насчёт биатлонистов, которые сбежали сразу, как только прибыли офицеры с РУСАДА проверять на допинге. Так вот он пишет, хорошо, что биатлонисты не стали отстреливаться от офицеров комиссии и от Светланы очень интересный комментарий. Ну, я говорил, что народ что-то безграмотный стал. Приводил примеры. Вот она пишет. Я тоже видела. Девушку спросили, на какие страны распалась Чехословакия. Её ответ убил. Чечня, Россия и Египет. Больше всего удивил Египет. О, так. Ну, чё у нас-то? Мы будем сражаться. Трамп снова подверг сомнению результата президентских выборов в США. Это он вчера выступал в Джорджии. Не дать украсть победу. Ой, как он надоел уже, а? Пару дней осталось. Сегодня пятая, да? Ой, один день. Уже 6-го числа. Должны всё утвердить. Тем временем в Великобритании вводится национальный карантин из-за коронавируса. Третий. Третий с начала пандемии. А в России? Не, не слышали. Ой, о. Так, вот, ребят. Вот результат. Демократы попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа. Потому что, ну, помните, он вчера, вчера опубликовали запись беседы Трампа во время разговора президент заявил, что хочет найти 11 тысяч голосов, необходимых ему для победы Джорджии, и резко критикует Раффенспергера, вот этого собеседника своего. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза, он говорит о возможности уголовного преследования. Вот этого ему не хватало ещё, да? Опа. Лукашенко и Медведев обсудили российско-белорусское сотрудничество. Боже мой. Боже мой. Живой труп этот Лукашенко. Как будут выглядеть стихи Пушкина, если перевести их на немецкий, а потом обратно на русский. Вот это, да, это проблема переводчиков. Ну, тут девушка что-то пишет, пишет. Вот в подлиннике, да, стихи Пушкина. Богатый славен кочубей, его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольно, нехранимы, и много у него добра, мехов, атласов, серебра. Вот эти вот строчки перевели на немецкий, а потом на русский, литературный перевод. Чё получается? Был кочубей богат и горд, его поля обширны были, и очень много конских морд, мехов, сатина, первый сорт, его потребностям служили. О, вот это да! В этом отрывке нет ни отсебятины, ни ляпсусов-переводчика. Основные слова все использованы так же, те же, что и в подлиннике. Смысл передан точно. Но очевидно, что это даже близко не Пушкин. Просто интересно. Проект по спасению Земли от глобального потепления начал Билл Гейтс. И знаете, что он хочет? Да, слишком много солнца. Слишком много солнца. И вот он собирается распылять в сартосферу большие объемы специальных частиц, которые блокируют часть солнечных лучей. Считается, что таким образом можно снизить температуру на поверхности планеты. Ой, он достукается, он достукается. Что-то собирается там распылять. Да боже ж ты мой! Все же на него свалят теперь. Так, опса! Ричард Доннер снимет фильм «Смертельное оружие 5». Я четвертого не видел. Первые три видел. Ничего так. Третий похоже. Актерский состав нового эпизода «Смертельное оружие» еще не утвержден. Неужели, мол, Гибсон опять будет? Не знаю. Фетисов признался в том, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира. Да вот я в гробу видел. Нужно быть сумасшедшим, чтобы встать в 5 утра и смотреть игру «Россия-Германия». Фетисов отметил, что сейчас он занимается экологией, а спорт отошел на второй план. Ну, хоть один поумнел к старости. Рост объема наличных в России может обновить 10-летний максимум. Много денег, ребята, печатают. Но, говорят, что тут? Что тут удивляться? Печатают. Я так это понимаю. Ладно, что тут такое еще у меня? О, ребята, интересно. Я даже Жене вчера сказал. Женщины бросились добавлять контрацептивы в шампунь, чтобы ускорить рост волос. Об этом заявило издание Daily Mail. Дамы решили, что высокий уровень эстрогена, ну это гормон женский, да, в противозачаточных препаратах сделает волосы гуще. Они измельчают таблетку и добавляют полученный порошок в шампунь. Затем привычным способом моют волосы. Пшшш, пользовательница ТикТок с никнеймом Уббрад какая-то. Одна из первых опубликовала такую видеоинструкцию. Постепенно этот способ ухода за волосами стал набирать популярность. Ребята, я не знаю. Я не знаю, ничего не могу сказать. Ну вот да. Создан прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд. За 10 секунд. Это Белькентский университет. А я не знаю, где такой. Слюну, слюну. Раз, смотрит и в микроскоп и бла-бла-бла и всё. И 10 секунд. Ну не знаю. Вроде в Турции что ли Белькент. Молодцы, котят. 10 секунд, да. Бывший начальник колонии в Пермском крае покончил жизнь самоубийством. Вот я тут ничего не понял. Бывший начальник колонии по Пермскому краю, известный как Белый Лебедь. Ну, колония, да. Ашот Саркисян вчера 3 января был найден мёртвым в Перми. По информации местных телеграм-каналов, господин Саркисян покончил с собой после ДТП. Он был обнаружен в своём личном автомобиле с пистолетом в руках. Авария, после которой Ашот Саркисян покончил жизнь самоубийством, произошла вчера в 15.15. Как сообщили в пресс-службе, господин Саркисян ехал за рулём автомобиля Тойоты Ланд Крузер по второстепенной дороге и на перекрёстке встретился, столкнулся с Форд Фокус. В результате аварии пострадала пассажирка Форда. В настоящий момент женщина находится на амбулаторном лечении. И что, он с ней столкнулся, а потом это, застрелился, что ли? Ну, я не знаю, я не могу это комментировать, понимаете? Он или столкнулся, или застрелился. Одно из двух. Или он уже застрелит и там ехал. Непонятно. Ладно. И такие, как правило, в себя они, это, в себя не стреляют. Вот тоже интересно. Так, алло, Украина. Внимание, вопрос. Вот статья, да, Супрун свернула деятельность на Украине и сбежала в США. Американка Ульяна Супрун, уничтожившая при режиме Петра Порошенко систему здравоохранения Украины, улетела назад в США. Кто она такая? Непонятно. Я не понял. Ну, это русский, конечно, сайт-то пишет, да? На Украине и так далее. Но, тем не менее, кто такая Супрун? И что она сбежала? И почему это она уничтожила систему здравоохранения Украины? Британский вариант коронавируса впервые выявлен в Грузии. Так, на территории Грузии заразился мужчина. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Но раз удовлетворительное, надо его сразу послом в Россию назначить. И всё. Поработает на благо Родины. Награждённого Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске. На рабочем месте. Прямо на рабочем месте в магазине игрушек. Он был учредителем военно-исторического клуба «Дивизион». Ой, у Леона тут премьера у меня выскочила. Чё-то поёт, мужик. Хорошо, Леон, спасибо. Так, чё-чё-чё-чё-чё. Тягунов отметил, что его друг был учредителем военно-исторического клуба «Дивизион» и имел награду от президента России за участие в мероприятиях приуроченных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Не знаю, чё такое, топором ещё. Одобрено появление в мире нового автогиганта. Это кто и кто? Кого с кем скрестили? Фиат и Пежо. Будет Фиат в Жо. Да? Ладно. Мне не интересуют эти машины. У нас их нет. Ни Фиатов, ни Пежо. Россия рассчитывает на восстановление рынка нефти в этом году. Лучше. Ну, рассчитывать можно. Так, я преподаватель, у меня закончились силы. Учительница рассказывает на МКРУ. Ужас, ужас. Говорит, тут мы сидим дома. А дом-то тесно. Раньше все регулярно уходили из квартиры, надолго погружались во внешний мир. Потом возвращались, радовались встрече. А сейчас мы целыми днями на своих законно-приватизированных квадратных метрах. Да, ребята. Тяжело. Тяжело. Жидница Балабанова ушла под лед вместе с ватрушкой. Так, на реке страдаловка, катаясь с горки, раз и все, буль-буль. А ничего, ничего. Она выползла. Неглубоко там было. Господи. Господи. Так. Опять Рамблер никак не открывается. Ну, давай уже. Эксперты рассказали, как смена президента США отразится на жизни россиян. Продукты... Я только заголовочке. Продукты подорожают, рубль ослабится. Раз и... Так. Проблемы с поездками и образованием в США. Ну, ребят, ну да, вот так оно и будет. Так оно и будет. Все плохо, 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 плохо. И это будет послезавтра. Фильм такой, послезавтра. Вот. Ждите. Путин решил, как действовать властям при вспышке новых инфекций. Нужно вспыхивать вместе с инфекцией, да? Подписал указ о порядке действий. Ничего не объясняется. Ну, указ подписала, ладно. Так. В Кремле анонсировали совещание Путина. Тему не раскрыли. Да он сам уже не помнит. У него склероз. Он Пескову сказал, начал говорить, что вот у нас будет совещание. А тему забыл. Ну, ладно. В Испании женщина заплатила слесарю 1777... Нет, тысяча, просто 1777 евро, чтобы попасть домой на Новый год. Короче, она это, где-то там гуляла, потом поспешила домой, чтобы вернуться до наступления комендантского часа. Ну, я думаю, в ноль часов, да? Она подошла к своей двери, но обнаружила, что забыла ключи. Вместе с ней был тяжело больной муж, который передвигается на инвалидной коляске и ожидает операцию по трансплантации. Вот глупый, куда-то ещё мужика таскала и никак. В общем, она позвонила в какую-то компанию, о ней раз тысяча евро. Она чувствует себя обманутой, а значит, они говорят, что в любой другой день услуга была бы в два раза дешевле, а сейчас вот так вот. И вот тут же на Мир24 99-летний дизайнер и блогер из США Айрис Апфель решила встретить Новый год необычным способом. Она забралась в ванну, не снимая одежды. Вот бабушка сидит, кофта такая красивая и вся в ванной. Почти как Ипполь ипполит из фильма Иронии Судьбы. А зачем? В Инстаграме, да. Ой, бабуль, ты что уже, да, всё, поехала крыша. О, маленько это, твиттер, да не маленько тут полно у меня. Интересные слова. В связи с тем, что возвращается мода на ретро, у меня есть надежда на то, что ум и интеллигентность опять станут модными. Это знаете, кто сказал? Жан Рено, такой артист красивый, французский. Алексей Венедиктов на твиттере, иностранный язык исключён из списка обязательных ЕГЭ. Соответствующий приказ Минпросвещения вступил в силу. Да, ну и сразу Ройзман комментирует, что странно без мата. Здесь не нужны умные, нужны верные. Правильно? Так, где логика? Нет её. Это Мит Раиси пишет. Граждан со статусом иностранный агент будут призывать в ряды армии. Многие интересовались, кстати. Согласно уже вступившему в силу закону, иноагенту запрещено состоять на государственной гражданской службе. Но на военную службу это ограничение не распространяется. Так, в Беларуси запустили национальную электронную почту. Стоимость простого электронного письма составляет 0,42 рубля. Платная электронная почта. Ну, Беларусь, да. Анна Павлова это облако, парящее над землей. 113 лет назад Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». Она ничего так, между прочим, полненькая для балерины. Угу. Да. Английский язык исключили из обязательных предметов для игры. Опять насчет ингриша. То есть сначала его включили, ни разу не провели, и в итоге исключили. Этой власти сначала была попытка включиться в мировую экономику, развивать науку, а потом решили, что скрепы важнее. Или это сразу был только шум? Мм? Народ, у меня созрел вопрос, кто из детей актеров лучше своих родителей? Не нравится ничего так, а именно талантлив, больше, чем родитель. У меня пока на памяти только краско-младший. Хмм. Интересно. И вот тут начинается Ефремов, Бондарчук, Михалкова, Шукшина, Полищук. Ой, Шукшина. Все пятеро с точностью, да наоборот. Это мое личное мнение. Краско и Галкин, храни их души, красавцы. Так, не понимаю, ажиотажа вокруг Андрея Миронова. Что в нем такого исключительного? Безруков, органк, Никита Ефремов. Я считаю его талантливее отца, но не деда. Интересно. Да, Михаил Ефремов намного талантливее своего отца. Жаль, что пагубная страсть у него такая же. Мне так не кажется. Боярский младший. Так, Миронов, Минакер. Кто тут еще? Не знаю, вот тут что-то нету. Райкин, Константин Райкин, но он вполне на уровне своего отца во всяком случае. Ну, ладно. Что у меня тут еще? Пленка Раф Спергера вышибла Трампа из президентской гонки 2.0.24. Значит, республиканцам понадобится новый кандидат. Ну, вот это он вчера говорил-то. Типа, убью там уголовка и все, давай считай. Вот, Джорджи, да? Посмотрим. Так, ладно. А, вот. Короче, подросток из сибирского села взломал сайт Министерства образования, чтобы прогулять уроки. Ой-ой-ой. На жителе Рязани составили протокол за то, что он улыбался незнакомому людям в автобусе. Так, штраф в размере 1000 рублей. Инцидент произошел 22 декабря. Мужчина ехал в автобусе и улыбался попутчиком. Из-за чего у него произошел конфликт с одним из них. На одной из остановок тот предложил выйти и поговорить и ответить за лыбу. В это же время кондуктор привлекла внимание проходившего неподалеку патруля. Полицейские задержали именно улыбчивого гражданина, посчитав его зачинщиком конфликта. Нечего улыбаться. Вопрос. Ребята, а что можно приготовить из оливье? ой-ой-ой-ой. Да, наверное, много осталось. В Москве уволили самого красивого фельдшера страны. Коллеги долгое время добивались ее увольнения, так как, по их мнению, она своей внешностью позорит всех врачей. фельдшерица ничего симпатичная и здесь у нее татушки, татушки, и губежчики, и глазки, все. Уволили к чертям, наскорый. Да. Лет через пять в школьной программе останется два предмета труд и физкультура. Империи нужны сильные рабы. так в Госдуме пишут, что в Госдуме рассматривают отмену пенсий россиянам, живущим за границей. я ее никогда не получал, а теперь вообще не получу. Ну, и ладно. Это продолжается последние десять лет. И вот значит, что. Смотрю новости на первом. Вкратце. США дерьмо, РФ великая страна и все это благодаря Путину. Третье. А теперь скинемся с МС больному ребенку на операцию в США. И последнее. Тетя Роза, ваша любимая Изя. Получается, что основные деньги правительство тратит на спецслужбы. Это точно Сема. Можно сказать, Путин Россию на органы пустил. Вот такие дела, ребята. И всего хорошего. До встречи. Пока. С вами доктор Влад.